Всем приветики! Я хотел бы вам рассказать, что делать, если вдруг у вас начала лагать CSGO. К примеру, у меня она раньше нормально работала, а потом начала лагать. Возможно, мой компьютер стал хуже работать, и поэтому теперь уже не очень тянет CSGO. А может быть, CSGO стала более требовательной, потому что она постоянно обновляет, и, возможно, там что-то обновили, и она теперь более требовательная. Ну, в общем, у меня стало подлагивать. Что делать, чтобы убрать эти лаги, чтобы как-то получше у вас игра работала? Во-первых, зайдите в настройки, в изображение графика. И дальше у меня стоит не полноэкранный, а полноэкранный в окне. То, что я транслирую, и так, благодаря этому, можно быстро переключаться между окнами. А остальное все у меня выключено, кроме многоядерной обработки. И все на низком, кроме текстур. Потому что, если текстуры стояние, видишь, низкие, то тогда скины на оружиях некрасиво выглядят. А со средним качеством они более-менее нормально выглядят. Но все равно, даже у меня хоть это все и на низком, здесь, ну, можно сказать, все вообще на минимуме, кроме текстур. Все равно подлагивает. И мне помогло убрать лаги ограничивания фпс. То есть, я прописал фпс макс 45, и игра перестала лагать. А когда фп... ну, то есть, я ограничил фпс до 45. С значением 45 мне более-менее нормально играется, и при этом игра не лагает. А когда у меня фпс не ограничен, то у меня сильно подлагивает игра. Прямо очень сильно. Получается, что когда фпс не ограничен, игра всегда пытается взять с вашей видеокарты максимум кадров. Если, когда вы играете в кс, вам, например, хватает 60 фпс, или там, я не знаю, 120 фпс, то вы можете ограничить до 120. Зачем вам, чтобы вам выдавало там 300 фпс? Если вы, например, не почувствуете между ними разницы. К примеру, и монитор еще тоже должен уметь выдавать вам то количество фпс, которое вы выставили. А если ваш монитор вам не может выдать те 300 фпс, которые выдает вам игра, так зачем, чтобы игра лишний раз нагружалась тогда, когда технически вы не можете этого увидеть. Поэтому просто выберите тот фпс, на котором вам удобно, комфортно, и ограничьте эту игру до заданного значения. Я вот, мне на 45 фпс нормально играется, я ограничил и не лагает. Но есть небольшая проблемка, что когда вы ограничите фпс, вы ограничиваете только на один раз. После перезахода в игру это не сохранится. А чтобы сохранилось... Кстати, вы когда выходите в меню... Когда вы выходите в меню, у вас тоже здесь есть в меню тоже свой фпс. И чтобы его ограничить, вы прописываете фпс... Фпс, макс, меню. Макс, меню. И тоже пишите 45. Ну или вообще даже можно поставить еще меньше, потому что это фпс, который будет у вас отображаться в меню. То есть, когда вот вы находитесь на этом экране, по сути здесь даже особо-то ничего не происходит. Можно вообще поставить фпс там какие-нибудь 30. Вот ограничилось сразу, видно снизу фпс до 30. Здесь статичная картинка, и иногда персонаж двигается, и тут и хватит, я не знаю, и 20 фпс даже. Ну я бы поставил, чтобы одинаково было 45. Но дело в том, что когда вы выходите из игры, и потом снова заходите в нее, то у вас это все сбрасывается. А чтобы не сбрасывалось, вы просто открываете стим. И в стиме правой кнопкой мыши нажимаете на игре, открывается такая менюшка, нажимаете свойства, после чего в параметры запуска прописываете фпс-макс и фпс-макс-меню. После чего каждый раз, когда вы будете запускать игру, при запуске автоматически будут прописывать те параметры, и у вас всегда, получается, будут те значения, которые вы выставили. А если вы этого не сделаете, то тогда каждый раз, когда вы выходите из игры, это все то, что вы прописали в игре, в консоли, оно будет сбрасываться, и заходя в игру, вам нужно будет прописывать снова. Для меню и для игры. Но меню можно особо не прописывать. Хотя я прописал, потому что в меню оно тоже пытается дать максимальный фпс. И в игре это жопа. А это неудобно, каждый раз входить, прописывать фпс, поэтому я прописал, и все, и забыл. Один раз прописал. Если вам нужно понизить или повысить, здесь просто меняете 45, допустим, на 120, на 60, на 90, 120, сколько вам там надо. И все. И оно сохраняет. И таким образом у вас всегда будет в игре тот фпс, который вы выставили. Вот. И мне это помогло. И я даже когда сидел на трансляции у другого стримера, и у него залагала игра, ему предложили, ну я написал, там еще кто-то написал в чат, ограничить фпс после того, как там ограничили фпс, там, по-моему, 60 написали фпс. И я один, наверное, так жестко ограничивал. Меня все удивляются, когда заходят на трансляцию, типа, как ты играешь при 45 фпс. И когда там ограничил человек, стример ограничил себе фпс, тоже у него перестал лагать. На трансляции прямо видны были лаги, а когда он прописал, все, лаги пропали. Но если у вас там монитор умеет выдавать хорошую картинку и может дотянуть 120 фпс, то, в принципе, можете поставить 120, 200, сколько у вас там. Вот. И тогда будет, ну, по-любому, ограничив фпс, именно до того значения, которое вам надо, уже станет производительность повыше и будет работать игра получше. Вот. Ну а на этом все. Всем пока-два. Продолжение следует...